Казахстан становится привлекательным пространством для развития инноваций, цифрового производства и творчества, говорят эксперты IT-сферы. Отечественные разработчики уже создали тысячи инновационных продуктов, многие из которых конкурентны и на мировом рынке. Но это лишь начало. IT-услуги могут и должны приносить стране миллиардные доходы, заявил в своем послании народу Касмжумар Токаев. Асимжан Жузбаева изучила вопрос. В Казахстане становится все больше IT-холдингов, которые могут похвастаться своими разработками, отмечает эксперт Алексей Рычков. К примеру, проект SpeechLab или казахстанский искусственный интеллект. Очень хорошие примеры, такие как ComproKZ, SpeechLab. Допустим, SpeechLab, ребята, вообще стартап, который создал первую в Казахстане нейронную сеть по распознаванию казахской речи. То есть они транскрибируют казахскую речь, переводят ее в тексты. Казахстан сейчас очень сильно развивается в сторону IT. И без поддержки государства это, безусловно, не было бы. IT-специалисты отмечают, возможностей для реализации молодежи стало заметно больше. Гибрат Адильбай пять лет назад связал свою судьбу с цифровыми технологиями. Говорит, при выборе профессии не сомневался, поскольку будущее за IT. На самом деле государство активно поддерживает развитие IT-сферы именно в сфере образования. За счет этого у нас появляется очень много квалифицированных специалистов в сфере IT. Наша компания занимается разработкой приложения Таблес. И у нас есть инвестора, международные инвестора, которые работают с нашим приложением. Казахстан может и должен войти в гонку технологий, заявился основатель школы робототехники. И если нужны доводы, то вот один из самых весомых. Юные казахстанские изобретатели стали абсолютными чемпионами мира по робототехнике. Мы победили на всемирных соревнованиях по робототехнике среди 191 страны. Казахстан на сегодняшний день является абсолютным чемпионом мира по робототехнике. Наша программа охватила более 15 тысяч детей на последние два года. Это тоже вклад в рейтинг цифрового развития. Мы уже в мировых лидерах, например, по уровню электронного правительства, отметил в своем сентябрьском послании Касым Жумар Токаев. Но можем больше, заявил глава государства. И обозначил задачу превратить Казахстан в IT-страну. Достижения в сфере цифровизации у нас уже имеются. Мы в числе мировых лидеров по индексу развития электронного правительства и финтека. Но это не предел. Новая задача правительства – довести экспорт IT-услуг до 1 миллиарда долларов в 2026 году. Этому будет содействовать открытие совместных предприятий с крупными зарубежными IT-компаниями. По данным Министерства цифрового развития, экспорт IT-продуктов в 2021 году составил 60 миллионов долларов США. Всего за год эта цифра выросла в пять раз. И только за первое полугодие 2023-го информационных продуктов экспортировали более чем на 240 миллионов долларов. В профильном ведомстве отметили, что работу ведут в трех направлениях. Развиваем человеческий капитал, создаем IT-экосистему, также международное сотрудничество. Мы уже работаем с различными компаниями, такими как Microsoft, Google. Астана Хаб стал вообще первым партнером программы Google for Startups. А что касается Microsoft, наш региональный офис Microsoft в ходе визита главы государства США озвучил свои намерения о том, что они хотят трансформироваться в мультирегиональный хаб. Данная работа уже ведется. К слову, в столице проходит международный IT-форум. Участвуют 30 стран. Только за два дня отечественные госорганы, крупные компании, международные технопарки и другие организации подписали 29 меморандумов и соглашений о сотрудничестве в сфере развития IT-инноваций. Асимижан Жузбаева, Олег Федоров, Астана Таймс.